С купола плоту сбегают вниз реки, на плоту берут сначала крупнейшие водные артерии, река Аян, Хита, Курейка, Коту и другие. По рекам везде встречаются сильные наледи, которые образуются за зиму. Все это связано с тем, что все реки на плоту Путорана практически промерзают до дна, и вода выходит и намерзает, как слоеный пирог, образуя такие огромные наледи. Плато Путорана полностью сложено базальтами. Найдите здесь вертолетик, вот он висит, чтобы понять размер, объем и мощь каньонов плоту Путорана. Это склонный плато Ступенчатый, что приводит к формированию многочисленных водопадов. Это река, внизу притекает река Хибарба, и в нее впадает огромное количество безымянных водопадов, это один из них. Плато Путорана называют краем тысячи озер, на глубине долин каньонов лежат вытянутые озера, это такие, как Лама, Глубокая, Собачья, Хитая, Хантайская. Озера очень глубокие, от 100 до 400 метров. И Путоранские озера образуют после озера Байкал второй по объему пресной воды резервуар в России. Как же сформировалось плато? Около 230 миллионов лет назад земля просто выпучила, во время извержения тектонические разломы образовались в период сформирования плато и постепенно увеличивались, превращая в современный облик. Самые глубокие каньоны расположены в долинах рек Иркинда, Хибарба, Аран, Хихикаль, Дулук. Вот это район реки Микчинда на основном севере плато Путорана. Базальтовые столбы, вот здесь вот хорошо заметно, это визитная карточка плато Путорана. Они могут быть как вертикальными, так и горизонтальными, как наклонными. То есть вот как они замерзли 230 миллионов лет назад, так и после пор как бы они и стоят. Благодаря ступенчатому рельефу плато Путорана занимает второе место, занимает первое место, вернее, в России, может быть, даже и в мире по количеству водопадов. Мы, честно говоря, очень мало знаем о водопадах плато Путорана, и, наверное, никто не назовет точное их количество, и не все они даже нанесены на карту. Здесь вот, это самый высокий водопад России, расположен на реке Ганда, высота прямой падения воды 108 метров. Он небольшой, скажем, не такой полноводный, как другие, но он падает в каньон, и, честно говоря, глубина этого каньона со всеми ступенями больше 300 метров. Когда стоишь, я дальше покажу это, когда стоишь на краю каньона, то реально это, как бы, в образе сказать, это вынос мозга. Водопадов, как я уже говорил, здесь несколько тысяч, все они разные, одни падают с вершин плато, другие перегораживают реки, третьи прячутся в каньонах. Это вот самый большой водопад по сбросу воды на реке Курейка. Это Аранский водопад. Ширина его около 40 метров, а высота 27 метров. Это начало июня, самый пик таяния снега. Самые высокие водопады, как правило, каскадные, они стекают ярусами с низких этажей. Некоторые такие ярусы могут достигать более 400 метров и выглядят небольшими струйками. На платок Тарана расположен водопад Бальниковский, 487 метров его высота. Ну, я вот сколько раз к нему не подлетал, так и не смог снять его, потому что реально это, ну, течет небольшая струйка воды, она довольно-таки нефотогеничная, ее очень сложно снять. И поэтому я в любое время года пролетал, осенью он вообще пересыхает, его нет, а весной, когда начинает таять снег, он еще существует, там порядка двух-трех недель. И поэтому таких водопадов, как Тарниковский, на платок Тарана огромное количество, нужно только пролететь в нужное время. Зимой все водопады превращаются в ледопады, это, пожалуй, одно из чудес природы, и мало кому это удалось увидеть. Это вот водопад Цирковый, расположен в самом центре платок Тарана, это конец мая. Я всегда стараюсь, чтобы показать объем, сложно прицепиться, всегда или человека пытаюсь поставить, и здесь, в данном случае, я просил командира, чтобы он завис около водопада, чтобы понять объем и красоту этого водопада. Для себя я выделил самые, на мой взгляд, красивые водопады Платоа Путорана, я начал их снимать, Иркинда, в них входит Иркинда, Маячи, Наран, Дулисмары, Ктали, Курейка, Мундакта, Кугек, Лангама, Бердюльчана и, наконец, Канда, и вот этот большой курейский водопад. Есть множество рейтингов водопадов по ширине, по высоте, по мощности, главные технические параметры, это, конечно, высота и расход воды. Комбинируя эти критерии, можно определить, так сказать, самый-самый водопад, но, честно говоря, это все сухие цифры. Лето-водопад на второй реке Гагария, водопады непостоянные, и их внешность и параметры меняются из года в год, от сезона к сезону. Весной в половоде сбрасывается объем сбрасываемой воды, просто колоссальный, он возрастает десятки раз. К осени, наоборот, водопады высыхают, сильно худеют, и, честно говоря, некоторые из них даже иногда вообще исчезают. Вот это иргендинский водопад в начале июня. Есть также термин эфемерные водопады, то есть однодневная стая, снег, закончились на плато дожди, и водопады исчезают. Вот это 47-метровый водопад на реке Чепко, он тоже эфемерный, к осени остается вот такой ручьек, а чаще всего он вообще пересыхает. Поэтому попытки квалифицировать водопады, лишь для меня, не имеют никакого значения. Когда я окружен брызгами и грохотом стою у края разлома, дна которого не видно, то все технические параметры, честно говоря, из моей головы вылетают. Мой критерий это красота и фотогигиеничность, и это, наверное, самое главное мои критерии. Вот это водопад олимпийский, который открыли совсем недавно, в 80-м году, и назвали в честь Олимпиады. Кстати, я всех поздравляю с сегодняшней победой и нашей сборной по хоккею. Я думаю, большинство из нас не спали седьмой день утром и смотрели эту игру. Как сфотографировать водопады правильно, как передать состояние водопада и его мощь и красоту в одном кадре, это был большой вопрос для меня, потому что я всю жизнь снимал диких животных, а здесь мне предстояло переучиться и научиться снимать именно водопады и показать их объем. Первые попытки были неудачные, у каждого водопада своя жизнь, свое расположение, одни смотрят на юг, другие на север, у каждого водопада свои особенности, свой рисунок слива, своя высота, свой котел. Вот это водопад на реке Аран, я специально, как я же говорил, повесил вертолет, чтобы показать масштаб объема, красоту этого водопада. В первую очередь мне нужно было понять, в какое время года, в какое время даже дня лучше всего быть на водопаде, как он освещен в это время, и это понадобилось огромное количество времени. Вот это начало июня тоже, водопад, так называемая стрелка, на слиянии рек Дульсмара и Иктали. Это водопад на реке Аран, который я уже показывал. Поэтому сейчас, когда я отправляюсь к водопадам, я строю график своих полетов, потому что очень важно. И сейчас, спустя многие годы, я знаю, когда, в какое время дня даже водопад особо фотогеничный, но я говорю, что на это понадобились годы работы. Водопад стрелка на слиянии рек Дульсмара и Иктали, это начало октября. Я прилетал в это время несколько раз, и вот в один из прилетов температура была минус 37 градусов, и водопад замерзал практически на глазах. На следующий день здесь уже был сплошной лед. Честно говоря, это одна из моих любимых фотографий. И если кто-то собирается ехать на плато Патарана, то я всегда советую, что октябрь, начало октября, одно из лучших, скажем так, сезонов года для посещения плато Патарана. На плато Патарана, кроме водопадов, проходит миграция, крупнейшая миграция нашего стада дикого северного оленя. Около 300 тысяч животных ежегодно два раза в год, весной и осенью, пересекают плато с юга на север и обратно, проделывая путь порядка 2000 километров. За оленями следуют Росомахи, здесь настоящее царство полярного волка. Соболь, очень редкий хищник плато Патарана, на территории плато находится северная его граница. Вот здесь обратить внимание, линяющая мордочка о Соболе говорит о том, что это уже весна. Также на плато Патарана проходит граница обитания каменного глухаря. На слиянии рек Икталии и Дулисмар находится самый его северный ток на плато Патарана. Белая куропатка одна из немногих кис, которая проводит здесь всю зиму. Были времена, когда на плато Патарана активно охотились, но сейчас это почти вся территория плато, это Патаранский заповедник, и животные находятся под охраной. На склонных каньонах живут патаранские снежные бараны, которые занесены в международную красную книгу. Их увидеть-то очень сложно, не говоря о том, чтобы сфотографировать. Сегодня, как я уже говорил, на большой части плато Патарана расположен патаранский государственный заповедник. Заповедник был создан в 1988 году и ради сохранения патаранского снежного барана. А в 2010 году его внесли, получил статус всемирного наследия ЮНЕСКО. Честно говоря, я предвкушал радости и трудности съемки проекта на огромной территории плато Патарана в разное время года. И я выделил для себя, как я уже говорил, главные водопады, но ради встречи с волками и снежными баранами я был готов на многое. Мне нужно было всего несколько снимков, которые каждый в отдельности, и если их сложить все вместе, раскроить сущность и красоту плато Патарана. Это была моя главная цель и задача. На мне лежал груз ответственности перед русским географическим обществом, которые направили меня сюда, груз ответственности перед самим собой за проект «Дикий мир плато Патарана». Первая поездка состоялась на озеро Аян. Так, как вам объяснится, где оно? Объясняю. Но снизу длинная такая полоска, это озеро Аян. По нему проходит самая крупная миграция северного Лени. До ближайшего населенного пункта было почти 300 километров. Озеро Аян, вот здесь он выше видно, это спутниковый снимок, расположен в каньоне с пологими берегами. И здесь вот в северной части этого озера расположен наш домик. Вот это палатка, в которой я прожил полтора месяца. Первый животный, который меня встретил, был соболь. Он подарил мне надежду на хорошую съемку. В Сибири считается, что если соболь живет рядом с домиком, то это к удаче. Однажды я нашел убитого волками оленя. Я устроил небольшое укрытие, надеясь, что вернутся волки. Волки не вернулись, но пришла Росомаха. Росомаха довольно широко распространена на плато Патарана. Особенно там, где есть большое скопление северного Лени. Яркие базальтовые столбы и 40-метровый водопад на реке Муниль. Особенно выгодно смотрятся в лучах вечернего солнца. Несколько дней я бегал к этому водопаду. От моего дома до него это порядка 8 километров. Он каждый вечер где-то с 7 до 8 часов только освещался в каньоне. И мне нужно было выбрать именно это время и попасть сюда, чтобы снять этот водопад. Куропадок я снимал, обычно снимал по пути. Численность северного Лени на Патаране, на полуострове Таймыр. Просто для истории, для понятия. В 59-м году было 120 тысяч выступить. В 69-м году 330 тысяч. В 2009-м 609 тысяч. И в 2014-м году 417 тысяч. А мы видим, что сейчас популяция немного снижается. Северные олени зимуют на плато Патарана. В начале апреля они покидают свои зимние пастбища и начинают движение на полуостров Таймыр. Следуя за оленьями идут волки. Как я уже говорил, зимой большинство рек прогрязают на дна. Исток грунтовых лок становится невозможен. Тогда вода выступает на поверхность, растекается и замерзает, образуя обширные наленья. Толщиной иногда более двух метров. И налень на реках это как бы одна тоже из визитных артик и особенностей плато Патарана. С приходом тепла снег начинает активно таять. Снеготайня, скажем так, проходит очень активно. Текут реки иногда просто сверху замороженного льда. Как я уже говорил, снежный баран это символ плато Патарана. По моим наблюдениям за последние годы во время многочисленных облетов плато я могу сказать, что численность их сегодня невелика. В районе тысячи голов. И все они сейчас находятся на территории Патаранского заповедника. Хотя нет в руу. Есть одна популяция, которая расположена в этом каньоне. Это каньон реки Аран. Это самый центр плато Патарана. Река Аран течет в самом красивом глубоком каньоне. Крутые берега этого каньона. Одно из мест, где можно встретить сегодня Патаранского снежного барана. Но очень жаль, что этот каньон не ходит в территорию Патаранского заповедника. После нескольких неудачных попыток я все-таки попал в центр плато Патарана. В места обитания Патаранского снежного барана. Мы приземлились на реке Канда. Буквально в нескольких метрах от самого высокого водопада с прямым падением воды в России. У меня было две цели. Речайший Патаранский снежный баран и водопад, который мало кто слышал и почти никто не видел. Я вот специально поставил сейчас обратить внимание на объем и масштаб вот этого каньона. Это вот снято все с одной точки. Чтобы понимали, какой объем, какая мощь и какая сила все-таки на плато Патарана. Улетая, я попросил пилотов сделать несколько кругов над каньоном. У меня появились снимки с высоты птичьего полета. За две недели пребывания я всего два раза встретил снежных баранов. Честно говоря, я считаю, что мне повезло за эту экспедицию. Я побывал в самом центре плато Патарана. Мне нужен был один кадр Кандинского водопада и один кадр снежного барана. И у меня это получилось. Вот этот кадр снежный баран, а это Кандинский водопад. Осень на плато Патарана очень скоротечна. Ее приход и продолжительность сильно зависят от широты, на которой вы находитесь, и еще сильнее от высоты. Здесь можно за один день окунуться в зиму, поднявшись на плато Патарана, и спуститься, вернуться в осень, спустившись вниз в долину рек. Это водопад на реке, на слиянии двух рек Бульсмара и Ктали. Это осень на водопаде... Господи, из головы вылетело. Ирхиндинский водопад, он там в углу историю этого водопада. В сентябре плато Патарана оказывается в власти снега. Уже буквально в начале сентября плато Патарана покрывается снегом. Зимой здесь снова воцарится мороза до 50 градусов. Уже в ноябре начинается полярная ночь. С первыми морозами реки и озера замерзают. Замерзающие водопады превращаются в ледопады. Несмотря на сильные морозы, вот этот участок реки, это река Аян, которая вытекает из одноневенного озера, они замерзают в течение всей зимы. И когда нет ветра, то прибрежные пустарники и лиственницы покрыты толстым слоем иния, которые гроздьями свешиваются с веток. Самые большие ледопады образуются, соответственно, в местах самых широких, высоких и полноводных ледопадов. Но бывает исключение, например, Большой Курейский ледопад. Здесь осенью практически он пересыхает в большей части и на нем не образуется ледопадов. Но может быть исключение в этом году, потому что были в Верховьях активные дожди, и водопад был очень полноводный. Будет очень интересно, если я съезжу туда и посмотрю, что будет.